Спаси Тебя, Господи, что Ты свое сердечко открыла. Надолго, да, Тебя Господь вот так вот оставил. И видишь, какое плачевное состояние, что ты даже не понимала этого, да? Но вот после того, как человек разрыдается, вот после этого рыдания приходит то утешение от Господа. И в этом утешении только начинаешь понимать, какое пагубное ты состояние находился. То есть вот, и видишь, как мудро Господь управляет. Молчание духовника привело к тому, что ты начала вопиять ко Господу. Так это же и нужно, видишь, вот. И плод какой происходит, да, что ты начала в себе ковыряться, в себе что-то искать, еще что-то. То есть это потрясение твое было. У тебя в жизни, жизнь определенно шла своим путем, своим чередом. То есть вот, что-то ты подстраивала под эту жизнь, чтобы она как-то более-менее не раздражала сердце. Что-то там, ну, от чего-то отвращалось, да, что-то наоборот приближало к тебе о Боге, когда узнавала, еще что-то. Но это определенная жизнь такая была. Но ты, когда ворвалась в царскую империю, то здесь начинается со всеми происходить совсем не то, чего они ожидают. Вот, и причем тогда начинает Господь работать, когда человек уже изрядно понимает, что он, да, там Дух Святый, а куда мне деваться, куда мне идти назад, куда, да, я же предателем же буду. И вот здесь вот вроде идти некуда, и все, и человек и под клятву, и присягу дал, а куда деваться. Так же меня Господь в клетку посадил, а куда мне убежать там от этих вот, если кто-то там, допустим, где-то слово какое-то говорит, не особо тебе приятно, или еще что-то. Или ты не хочешь вообще слушать вот это вот вокруг там мат какой-то, а куда тебе деться? Только в сердце, только в клеть сердце. И вот так вот Господь помогал, то есть, да, некоторые раздражаются, умом трогаются и становятся больными, злыми. То есть, раздражительными постоянно. Господь меня грешного уберег, я умом в сердце ушел, и поэтому всю ту систему я на себя не взял вообще. И, в общем, слава Богу. Слава Богу, спасающему нас. И я благодарю тебя за мужество, то, что ты вот так вот достойно терпела столько времени, зная, что, да, вот общение такое было с духовником, а раз оно прервалось, да, и причем духовник поругался, и общение прервалось. И причем четко ясно, скорее всего, и ты, и я оба мы понимали, что нам сейчас не нужно в общение идти. Что-то Господь делает, ну, что-то вот, допустим, для тебя было больно, может, непонятно, еще что-то, поэтому ты уже начала кричать ко Господу. Вот это и нужно, понимаешь? Это и есть самое главное. Ведь если ты будешь веру принимать только через меня, а у тебя своего опыта не будет, то тогда, когда тебя будет истязать враг, или там, допустим, будет какое-то испытание идти с еретиками, или еще что-то, а ты Бога не знаешь совершенно, ты молиться к Нему не умеешь, то ты упадешь, понимаешь, и предаешь Господа. Но нет, мы должны царское освящение, то есть вот людей, которые освящены Богом, да, ведь каждый христианин, он, как знаете, вот такой с маленькой буквы помазанник. И Господь ведет человека, так как мы, почему помазанник? Потому что мы от самого великого архиерея Христа Бога нашего, великого помазанника, принимаем его, от него помазание, то есть вот, и благословение все, только через Иисуса Христа. Поэтому каждый христианин крестящийся, он миром помазывается, и он с маленькой буквы помазанник. То последнее царство, которое не передается по наследству никому из людей, а оно только переходит к Господу, это и есть то царство, которое, оно благословенное царство. Мы из муки родились, как и говорится, за помазанника, за помазанника, что он в муке рождаться будет в церкви. И эта мука действительно, она не просто так там описана. Я не хочу на ней останавливаться, но Господь мне помогает теперь терпеть, видеть страдания людей и оценивать их. Сколько он еще человек может подержаться, сколько нет. Господь работает через меня, я удивляюсь, как Он управляет этим всем. И только благодарю Его. И говорю, Господи, не нам, не нам, но имени Твоему дай славу. Я благодарю Бога, что Ты выдержала, выдержала разные искушения. Мы будем ближе и дороги друг к другу, когда мы что-то переживем разное. Даже если где-то кто-то в этих вещах оскорбились как-то друг друга. Надо все это забыть, простить. У нас цель одна – это спасение души своей, понимаешь. Оно творится во смирении. Бог есть смирение. Цель христианской жизни – стяжать Духа Святаго. Дух Святый не приходит, если человек себя не смиряет. Главная задача духовника – научить Чада, чтобы он сам научился сердцем вопиять к своему отцу. И сам познал отца чувством. И потом, как вот с самарянкой у колодца, пришли и сказали уже не потому, что ты нам рассказывал, да, помазаннику скажете, не потому, что ты нам рассказывал, что Бог такой дивный, сами уже знаем, да. И вот тогда будет радость это совершенно. Поэтому давайте учитесь через муку рождаться и понимаете, что Бог дивный и славный. Он так премудро все управляет. Не бойтесь голгов, откройте сердце, и никогда его не защищайте. Пусть Бог его защитит. Так направьте, доверьтесь, что во всем Господь, если угодно тебе, Господи, защити меня. Во всем, Господи, в чем ты меня не защитишь, я приму, что я не права или не прав. И не буду требовать никакой защиты, чтобы меня там сама... То есть оправдываться, понимаешь, не нужно. Вот что. И когда человек сам себя обвиняет и говорит, я, возможно, не прав, там или еще в какой-то ситуации, то есть, Господи, ты сам реши за меня. И свое сердце настроить так, чтобы если Господь нам покажет, что мы где-то заблуждаемся, мгновенно исправить, мгновенно, не смотря, какие последствия потом ожидают нас. Мы должны делать то, что Бог нам говорит. Если мы где-то заблудились или еще что-то, надо сердце настраивать так, что, Господи, ты только вот подскажи нам. Мы сразу быстро все исправим. А еретики, они постоянно начинают, наоборот, извращать все, они к Богу недоступны. И все умом да умом, а мы должны к сердцу к Богу идти. Бог говорит, сын, и дашь мне сердце. Поэтому вы все, братья и сестры мои дорогие, должны научиться через муку рождаться к Духу Святому. Так шествовали все наши святые отцы. И когда вы будете понимать это, вы поймете, какие вы счастливые. Какие вы счастливые, что Господь вас избрал. Ведь у нас в церкви окормление идет, нигде его нету сейчас. Потому что Дух Святый не касается сердец людей, те, которые находятся в ересе. Это учение Матери Церкви. Поэтому помоги нам, Господи, это понятие осознать. Вы поймете это, Господь столько вам благодати даст, и вы поймете, что вы счастливые, потому что вы спасаетесь. Жить осталось несколько лет этой скорби терпеть. Помоги нам, Господи, не предать тебя никогда. А потом вечное счастье с Господом. Если кто не знает, и в Духе, вот я вам скажу, что я в Духе вижу ту жизнь, и я радуюсь, что Господь нас спасает, понимаете? Он открывает нам это. Раньше Он мне это мало открывал, потому что, может быть, не на той ступени стоял. А сейчас Господь мне открывает, что мы с вами, братья мои, вошли именно в ту среду, в ту школу, где изучается урок прославления Бога через Его божественные догматы. Понимаете, веру учения защиты разбудить народ. А пусть народ сам потом выберет, за кем ему идти. Вот ради этого мы с вами сейчас и живем, и должны радоваться, что Господь нас подобил грешников окаяннейших, защищать Его Святое Имя. Хотя в этом Он и не нуждается. Мы в этом нуждаемся. И благодарим Тебя, Господи, что Ты сподобил нас этому труду. Аминь. Господь, Матушка, сподобил церкви на последние времена иметь окормление. Это же самое дорогое, самое главное, потому что, как бы, по-мирскому сказать, да, это грубые законы, без пояснения, без комментариев и так далее. То есть, вот толкуй как хочешь. Поэтому сейчас Господь именно подает в церкви окормление. Ведь если окормления нет, а люди причащаются даже святого тела Христова, то у них много вопросов, много неправильности. Они будут головами биться и еще что-то. То есть, вот это, и в оконцовке погибнут. Поэтому нужно людям обязательно помышление исправлять, потому что помышление – это главное, ибо помысел есть дух. Отсюда все зарождается, отсюда все прелоги приходят, помыслы и так далее. Поэтому именно здесь отцы научились именно трезвение держать. Для чего трезвение нужно? Ага, для того, чтобы вот именно защищать сердце наше, понимаете. Там, которое, то сердце, которое вкусило в благотати Божией, оно начинает защищать. И поэтому сейчас, когда ты увидела что-то и поняла, что ты неправильно поступила через совесть, потоптала это, видишь, как вот. Это и есть то, что человек начинает спасаться, начинает понимать, где, допустим, от какого-то помысла отскочить надо, которого отлупить надо, допустим, помысла. Вот. А какого принять и соединиться через него с Господом? Вот. Спаситель наш милостивый помогает нам, Матушка. Прощаю. Спаси Господи. Да благослови ты, простит тебя Господь наш Иисус Христос. Аминь. И ты прости меня, если что не так. Сейчас, пока Слово тебе говорил, столько Духа Святаго получил. Благодарю Господа. И благодарю Бога, Матушка, что ты есть у нас. Храни тебя Господь. И давай, трудись Господу. Это обязательно ты должна была пройти. И вот после этого у тебя немного другая жизнь должна начаться. Да, и больно будет, да, и велико радостно будет, ну, а это все будет другое. Другие этапы, другое искушение. И вот эту именно мысленную брань, вот эту вот, да, искус такую, Господь тебе дал вот эту вот мысленную брань на духовного Отца. Он тебе дал пройти. И потом, даже когда Он сам тебя пришел, помиловал, и все равно не до конца, да, показал, что перед исповедью, то есть вот, я тебя соединю с Преодуховным Отцом. Он благословит, а через это Я тебе еще больше благословлю. Ты представляешь, какой дивный Господь? Вот ты теперь начинаешь понимать, что такое окормление. Поэтому ты можешь взять и мать олимпиаде, что-то такое записать для окормления, то есть, да, вот, что тебе пришлось пережить. Это людям будет понятно немножко. Понимаешь, люди сейчас не знают, когда они в такую ситуацию попадают, что это такое. И ты скажи, я много раз слышала о бране на духовного Отца, о еще какой-то ситуации. Все, что у тебя есть на сердце, знаешь, но постарайся сильно не разглагольствовать, а как бы фактами, знаешь, духом. И помоги тебе, Христе Боже. Прославляй Господа. Показывайте, открывайте людям. Если вкусили окормление, открывайте его людям. Вот люди спрашивают, что же это такое блаженность, жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот что такое правда, братья и сестры? О чем Господь наш Иисус Христос говорил? Это все просто. Когда вы почувствуете в сердце Царствие Небесное, вы его возжаждете. И кроме этого, больше ничего не захотите. И когда будете жаждать его согласно своим талантам, пусть каждый да прославит Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вот это оставление, которое у вас происходит, оно необходимо, понимаете? На самом деле, вы не брошены. Я сколько раз это оставление от Господа ощущаю? Это такое обычаю у Бога нас оставлять. Вот это оставление, если бы вы не ощущали, то как же можете распознать горькую разлуку при встрече с любимым, когда... Только когда разлука есть, когда она томит. Господь взвешивает на своих весах, сколько ты, матушка, будешь томиться без Господа, насколько тяжко тебе будет. Вот. Еще плачь, слезы, они бывают от того, что... Видишь, Господь тебе, по сути, что показывает? Ты о кормлении смотришь и говоришь, у меня этого нет, да? И плакать начинаешь, тяжело тебе. Так это же, Господь просто показал, что ты нищая, а ты от этого заплакал. А видишь, какая глупость? Так это наоборот добрый. Знает и сердцем познавает. Нищету принять сердце у нас не так-то желает, оно же гордое, понимаешь? Оно постоянно противится. Противится именно и узнать о себе, что мы такие нищие, и еще что у нас много всякого хлама, гнойников в душе. Душа вся язвами покрыта такими вот духовными. И эти язвы, они постоянно смердят, а когда их тронешь, они болят. Поэтому все в сердце дается много боли, потому что много огненных стрел бесов пропустили в сердце. И вот то оставление, которое вы сейчас ощущаете, оно для Господа драгоценнее, чем вы просто ходите, как бы там улыбаетесь сюда-сюда, там как бы вроде спасения особо никакого дела нету, да, ну и таких мучений нет. Вот это менее важно. Вот когда человек мучается, где-то муку какую-то несет. Вот как эту муку он несет, вот это важно. Вот здесь появляется, проявляется все. Человек начинает узнавать себя, познавать себя. От этого все горько и горько становится все больше и больше, хуже и хуже. Но вот здесь и нужно мужество иметь. Вот где мужество надо иметь, так это здесь, в познании своей нищеты духовной. И веру надо иметь. Именно мужество в том, что Господь не оставит. Мы же видите, как духовные люди, поэтому когда Дух Святый немного отходит, то приходит другое. И оно все начинает объемлять душу, сердце, понимаете, всего нас человека. То куча проблем, то еще что-то, то не совсем так все происходит, как мы где-то предполагаем. Разные вещи, но самое главное, чтобы мы по пути нашему, который идем, молитву не теряли. Вот если, допустим, Господу стена в молитве тяжело совсем, плаксивость какая-то лезет, она бывает еще, эта плаксивость недобрая. Потому что горделивый человек, он не желает принять вот это вот познание, что он такой нищий, убогий, ну, как сказать, не убогий, чтобы повторять такое слово, да, оно высоко теперь у нас стоит через батюшку Серафима Саровского. Ну, понятно, да, было, о чем я говорю. Поэтому, когда к христианину приходит какая-то мука, какое-то стеснение, еще что-то, то это надо как раз и пережить мужественно, с верой, что Бог не оставит. Конечно же, Господь священствует подтверждает тебя, что Он с тобой, да. Какое великое подтверждение, какая милость Божия вообще. Вот. Ну, потом Господь начинает попускать вот эти сердечные страдания и муки для того, чтобы ты зато вцепилась верою и проявила мужество. Понимаешь? Если в этом малом не будешь верна, то будешь ни в чем не верна. Вот я тебе подсказываю, поэтому ты не брошенный. Зачем так говоришь? Пришло время, и слово услышал человек. Спаси Христе Божий, с Богом. Мне тоже грешному Господь дает сердечко твое видеть простое, доброе и правды ищущее. Вот. И насчет духовника скажу, как и учился и твой Иван Кронштадтский. говорить людям и Богу только то, что говорит сердце, ни больше, ни меньше. А я тебе даже не просто, что сердце говорю, а закон скажу Духа Святаго. Духовное чадо не может быть у кого-то, если оно еще руки на него не возложили. Если на тебя руки возложат, то Господь мне, да, заранее открывает, что Он тебя как раз и ведет к этому, чтобы ты окормлялся. Тебе надо к священству идти, иди к священству. Это твой путь, в котором ты будешь счастлив. Вот. Откажешься от него, будешь самым несчастным человеком на земле. Вот. Но сейчас Господь призывает через Илью именно исповедание веры. Вот мы сейчас здесь все находимся, а мы все всего лишены. На нас пытаются нападать все. Грязь льют, кривиту льют какую-то. Ну, а что у нас отнять можно? Что у меня можно отнять? Того, чего у меня нету. Господь у меня уже давно все это мирское отнял. И здесь многие, которые в жизни у нас находятся, они битые уже у нас. И мы Духом Святым соединенные. Каждый свой выбор сделал. Поэтому и тебе предстоит дорогой человечек наш по Богу, потому что я очень вижу промысел Божий над тобой. И если он прекратится, то уже не буду так говорить. Конечно, эту печаль, упаси Господи, чтобы этого не было. Поэтому нам надо четко ясно понимать, что надо придется делать выбор. Или я собираю тех, которые ради Господа отрекутся от всего. Вот, в принципе. А с Господом они приобретут потом все, как было и с Ноем. Поэтому Бог, поругаем, не бывает. Кто за Богом идет, никогда не постержается. если Господь захотел, что меня вот так вот обзывают со мной и всех людей, кто рядом со мной находится. Все попадают под это. Так, Господь, Он не просто так какую-то хулу наводит на церковь свою. Он желает победить, потому что Бог наш, Он всегда победитель. Я сгрешный, дорогие мои друзья, знаю Его. Знаю Его. Он Господь, Бог Саваов, Господь воинств. Поэтому эти, кто воюют сейчас, они проиграют. Надо выбирать, потому что война во всю идет. Дай Бог тебе силы на все. И я верю, что когда ты ради Бога все оставишь, с Богом и приобретешь во сто крат больше. Кто во сто крат, кто в 60, а кто в 30. Бегите, служите Богу, пока двери Царства Небесные открытый. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Только призовите в ограде церковное Его, и какие бы больные не были, спасетесь еще и Богу послужите. Любовью Божьей спасаемся, друзья. Божьей говоришь, когда я говорю такие вещи, что если не почувствуете Духа Святаго, да, и вот сразу страх там какой-то наваливается еще что-то. Это я возбужу, чтобы вы отрезвились. Дай Бог, и страх Божий появится в сердце у вас. Благое беспокойство о своем спасении. Ты не в школе, поэтому здесь Бог за нас делает. Здесь наука состоит смирение в том, чтобы дать Богу за себя работать. А враг желает сделать все возможное, чтобы мы по самости себе приписывали все, и на себя уповали, на себя надеялись и так далее. А от вот этих надеяний на себя происходят все вот эти вот плоды, которые сейчас рассказываешь, они проявляются. Они должны исчезнуть, их не должно быть. И вот после них родится подлинное все. Не переживай, ты именно идешь путем рождения духовного. А это все-таки целая жизнь. вера и мужество и состоит в том, когда ты знаешь, что у тебя этого нету, что никогда ты сам этого не сможешь приобрести. Она и состоит, вера, в том, и нужда в этом моменте появляется во Спасителе, понимаешь, вот. Тогда ты в этой нищете духовной проси у него он щедрый отец. Зачем сидеть человеку и тупо вопиять? Ой, я не смогу, а я там это. Можно сказать, все смогу в укрепляющем меня Господе и с верою приступить. Почему мы сразу начинаем вот с такого первой ступени наступать? Без веры. Так и плод будет такой, понимаешь, недобрый. Матушка, так и есть. Настолько мерзко это все, настолько оно надоедает и до слез, и до мук, и до криков сердечных. Знаете, что я думаю, что почему именно в ночь от щитки Господь это показал, именно вот это вот нечестивое имя, которое мы не называли. Поэтому там еще и в детях есть какие-то повреждения, матушка. Поэтому надо будет нам как-то всем с Божьей помощью, если Господь благословит, все вместе собраться, потому что еще над всей обителью не было еще от щитки вот как раз вот над этим именно бесом. А он как раз и овладевает этой Иеройфией, да, вот именно. Поэтому здесь я думаю, что заклятие этого врага, оно когда отшиточку будем делать с людьми, очень много нам поможет. Господь нам показал того врага, которого мы не видели. Не знаю, как-то я вот не называл это нечестивое имя и не было даже в списках, когда называли все эти имена. И его и не осталось. А он как раз в откровении написан, ангел бездны. Вот, поэтому, матушка, вот к этому надо настроиться в бой и с Божьей помощью Христом победу одержим. Вот у нас, матушка, вот так вот скажу немножко вам, как милостью Божией духовник, и ко мне много людей обращаются, семейных, вот, и желают благословения спросить на то, чтобы жить без вот этих всяких постельных сцен, как брат и сестра, то есть, да, какую-то, ну, небольшую жертву такую Богу дать. Ну, не то, что небольшую, а, как бы сказать, всю жизнь грешили, да, вот тут под конец, как бы сказать, хочется и, как бы Богу пожертвовать жизнь свою. Ну, что я хотел сказать, и вроде как бы, когда ко мне приходят именно люди с этими вопросами, я смотрю, конечно, больше женщины такие вопросы задают. Ну, конечно, есть и братья, мужчины, да, вот, но женщины, они как бы, им вперед надоедает все вот это, и они как бы уже не хотят вот этих вот всяких постельных сцен, да. Вы меня просите, Христа, что я об этом говорю, но без этого никак, я не могу объяснить по-другому. Смотрите, и вроде как у женщин они, как бы сказать, вперед идут ко Господу, да, но посмотрите, здесь, когда они идут, они натыкаются на то, что через спустя там много лет уже, когда в сердце нет этих вообще, похоти каких-то еще чего-то. Ну, бывает, где-то там во снах враг нападает или еще что-то, то есть, да, вот именно. И причем в нападении он показывает силу свою. Здесь обманка, братья и сестры. Обманка в чем заключается? Когда вы не понимаете, вроде как бы нету такой похоти, не лезет, да, вот такие вот вещи происходят, и человек не поймет, ну, почему такое происходит с ним? Потому что, когда человек только-только начал расти молодой, он очень много всякие мечты у него в сердце были, всякие желания такие, да, вот именно о семейной жизни такой вот, именно благой там, да, и так далее, и тому подобное. И вроде бы, как бы, чего плохого здесь такого? Но, так как мы не умеем распознавать, кто же желание нам подал, и всецело человек соглашается с этим желанием, бесы заходят в его сердце, и потом, когда человек кается, кается, и вроде как бы в православие идет, да, и укрепляется все больше, а враг и нападает. Ну, вот этот враг, он именно засел теми желаниями, и похотью не лезет на вас, потому что вы будете сразу исповедовать, туда-сюда, и его побьют, и Господь его выкинет. Но вот именно те юношеские желания, они самые такие, бывают пагубные, понимаете, нам нужно возвратиться туда, и все перебрать, и попросить у Господа прощения, Господи, если где-то принял, или приняло какое-то желание бесовское, прелестью, ведь тоже сатана же искушал Господа, да, вот, говоря, вот весь мир, власть мира принадлежит, мне все тебе дам, если поклонишься, презренный, он постоянно лжет, все это Богу принадлежит, а не ему, он везде все лжет, ничего ему не принадлежит, кроме своего внутреннего состояния, от богоборчества, и от гордости такой, вот, и ненависти, зависти, вот, и вроде как человек, вроде живет, такой уже жизнью, да, и вроде не нужно ему это ничего, а раз и вылазит, и где-то бывает, ночью накидывается, человек, что во сне, не защищен получается, поэтому надо вернуться в эти юношеские годы, и разорвать тот союз, если где-то был с бесом, мечами, разорвите все эти паутины, тени, и поисповедуйтесь, и жизнь, она будет изменяться. Матушка, я вот вам так скажу, что у женщин, сколько мне Господь подает наблюдать за вот этими вещами, они, как сказать, вот это вот первородный грех Еви, соблазнение Адама, то есть он настолько сильно приступает к женщинам, этот враг, и он многие такие вещи делает, много таких каких-то вот именно поступков, движений, или еще что-то, допустим, через женщину, сам враг, женщина даже и в уме не понимает, что это там грех, или еще что-то, то есть, да, у нее даже нет в мыслях этого, поэтому я столько много раз сталкиваюсь с этими вещами, но это явное соблазнение, явное соблазнение идет, я вам скажу, что за жизнь очень много соблазнений вот таких вот именно, сейчас же в основном девушки, это как охотницы, именно, уже что только не делают, как только не раздеться, чтобы как-то привлечь внимание, да, это уже настолько совесть теряется, я не говорю за всех, это вот сейчас вот, как сказать, мода, да, вот, я не против людей, я против моды, как бы сказать, да, я не против там, людей сильных, там, вот этих вот еретиков, я против их учения, я гнушаюсь их учениями, то есть, да, вот именно, и вот очень важно услышать, и те, которые святые матери наши были преподобными, они когда четко понимали, что Господь им открывал это, вот именно, открывает это и показывает им, вот этот враг, он очень сильно приступает ко всем женщинам практически, и надо до смерти бой вам с ним вести, и те, которые у нас святые понимали это, и буручи, допустим, лицом симпатичны, они брали там себя углем каким-то, намажут, еще что-то, да, там, вот, то есть, я к тому говорю, что надо быть настолько внимательными за каждыми действиями своими, которые мы делаем, и в этом плане до смерти работать с собой, и воспоминая прошлое падения, плакать всегда, матушка, вот я стараюсь помочь, когда Господь увидит, что человек идет в это направление, каятся, еще что-то, это же мука тоже, вот именно туда в эти направления опять, где-то двигаться, мучиться, вот, а оно периодически все равно нападает и дает о себе знать, да еще и показывает, что силу имеет, а Господь вам показывает, что ночью покрова Божьего над вами нет, вот, это уже когда, перед тем, как ложитесь, кровать перекрестите, потом ляжете на спину, себя перекрестите и потом над собой три креста сделайте, как вот священник в храме благословляет на три стороны народ, так же и от себя сверху надо три креста сделать, покрестить во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, Бога нашего, вот, и просить Господи защитие. Эти, матушка, нападения попускаются для смирения нашего, мы помучаемся, помучаемся, поймем, что мы калеки, всплакнем перед Богом и придет Христос и вытешит нас, не переживайте, милости в Господь. во имя Отца